Томат золотое сердце. Томат золотое сердце относится к детерминатным сортам кусты и ограничены в росте, которые созревают в среднем за три месяца. Отличительная особенность – насыщенный желтый цвет плодов. Официально числится в реестре РЕФ с 2001 года, выведен селекционером Панчевым. Характеристики и особенности сорта. Яркий золотистый помидор можно сажать на территории всей страны, так как он показывает высокую урожайность даже в условиях северной. Природы здесь для сохранности всходов и повышения количества сформировавшихся плодов рекомендуется производить высадку в теплице. В большинстве регионов томаты этого сорта растут непосредственно в открытом грунте, так как имеют хорошие показатели морозоустойчивости. Золотое сердце относится к раннеспелым сортам, от момента посадки до рерав урожая проходит около 93 дней. С одного куста можно собрать 2-3 кг томатов, с одного квадратного метра до 7 кг. Помидоры имеют не только необычный цвет, но и форму, плоды овальные, вытянутые или сердцевидные. Кончик их заостренный. Средний вес помидора составляет 0,2-0,3 кг. Кожица тонкая, блестящая, глянцевая. Цветение отмечается на 15-20 дней после высадки рассады, зависит от климатических условий и особенностей региона. Опыление в открытом грунте производится пчелами. Параметры растения, которые следует учитывать. Высота куста 50-80 см. Размер плодов крупный. Размер листьев мелкий по форме. Простые имеют насыщенный зеленый цвет. Томат золотой сердца – особенность сорта кусты, высаженные в открытый грунт. Более компактные они будут ниже, чем размещенные в теплице. Агротехника. Высокая урожайность, приятные вкусовые качества – все это формируется, благодаря правильно проведенным приемам агротехники. Для того, чтобы исключить вероятность снижения урожая, повысить схожесть и защитить от негативного влияния болезней семена поколения. Ф1 нужно продезинфицировать. Процедура проводится в розовом, ненасыщенном растворе марганцовки. В нем семена потребуется оставить на 20 минут, как вариант можно применять для этой цели сок алоэ. Особенностью замачивания будет необходимость использования теплой воды. Время, которое потребуется затратить, составляет в среднем 17 часов. Если используется алоэ, то предварительно рекомендуется оставить листья в холодильнике на неделю. Для замачивания используется сок алоэ старше 3 лет. Если посев производится на рассаду зимой, то для лучшего прорастания семян необходимо производить освещение лампами дневного света, имитация солнечных лучей. Для высаживания нужно выбирать легкую почву, хорошо растение чувствует себя в смеси плодородной почвы, перегноя и песка. Также дополнительно, можно внести золу древесную из расчета 0,5 литра на 12 кг почвы. Своеобразный по внешнему виду томат желтое сердце отлично подходит для выращивания как в теплице или просто под пленочным укрытием, так и в отрытом грунте на грядке. Если процесс осуществляется в тепличных условиях, томатные кусты вырастают высокими примерно до 90 сантиметров. В том случае, когда нужно получить рассаду, семена сажают в специальные контейнеры или лотки. Глубина посадки 2 сантиметра делать это следует в 20-х числах февраля. Пикировка проводится в фазу второго листочка. Выращу рассаду высаживают почву сразу в открытый грунт на улицу или в теплицу в 20-х числах мая, когда вероятность заморозков в ночное время минимальная. Рассады ряды нужно создавать с таким учетом, чтобы между ними было пространство 30 сантиметров. Важным элементом хорошего урожая являются предшественники. Зеленые культуры и растения из семейства бобовых являются оптимальными вариантами. А посленовые ухудшат состояние почвы, и томаты этого сорта будут чувствовать себя в такой земле плохо. Если почву ранее ничего не высаживали, то нужно делать выбор в сторону нейтральной покислотности земли. Первая подкормка осуществляется через 2-3 недели. Частота полива зависит от погодных условий, в 90% случаев достаточно проводить ее 2 раза в неделю. Формирующиеся в процессе роста и развития куста пасынки требуется удалять. Относительно удобрений важно помнить, что их количество не должно быть излишним. Если требуется их добавление, то следует отдавать предпочтение минеральным фосфорным, калинам, азотным. Хорошо помидоры себя чувствуют и быстро развиваются, если будет внесен перегной или компост, но их количество должно быть небольшим. Чтобы исключить вероятность сгорания корней. Дополнительная мера защиты кустов – обработка корней перед высадкой в грунт. Ее проводят слабым раствором марганцовки. После этого процесса кусты аккуратно высаживаются в заранее подготовленную лунку. Куст в этот момент нужно держать в вертикальном положении и после помещения в лунку его требуется присыпать землей. Обратите внимание, полив проводится под корень. Много воды в очередь быть не должно, чтобы исключить вероятность развития процесса вгнение корневой системы. После того, как кусты немного подрастут, их потребуется подвязывать. Для этой цели рядом нужно вкопать деревянные колышки. Это необходимо, чтобы плоды, которые будут формироваться и развиваться, свои массы и не сломали ветли. Ярко-желтенький томат, напоминающий сердечко, отличается высокой устойчивостью к болезням и вредителям. Прополка и полив должны быть регулярными, так как сорняки забирают значительную часть притательных веществ, а недостаток влаги препятствует поступлению их в необходимом количестве к плодам, замедляя тем самым процесс созревания и формирования. Также к особенностям сорта и его агротехники следует отнести быстрый процесс созревания. Помидоры наливаются на корни, поэтому их можно не оставлять дозревать после сбора. Также в число особенностей агротехнического процесса, касающий гася сорта «золотое сердце», включена обязательная профилактика заболеваний и защита от негативного влияния вредителей. Несмотря на высокую устойчивость томатов, подобным проблемам необходимо заботиться об их здоровье, особенно когда кусты высаживаются в теплицу. В этом случае грунт, формирующий грядки, необходимо менять ежегодно, а также вносить в него удобрения. В случае обнаружения неприятных явлений по мере роста кустов, следует выполнять манипуляции, направленные на защиту от фитофтороза. Фузариозного увядания грибковых заболеваний. Фузариозное увядание для этой цели нужно осуществлять своевременное опрыскивание кустов. Применяются специальные средства, в состав которых входит медь. Для того, чтобы гарантированно из-за короткий временной промежуток избавиться от проявлений грибковых заболеваний, нужно проводить опрыскивание. Слабым раствором марганцовки он должен быть светло-розовым. Наличие вентиляции или ежедневное проветривание поможет избежать появления такой проблемы, как вершинная гниль. Большой вред кустам и созревающим на них плодам наносит ля, белокрылка, паутинный клещ, трипес. Избавлением от подобных паразитов помогает водный раствор нашаперного спирта, который нужно также своевременно распылять на имеющиеся посадки. Отклефективна обычная мыльная вода от клещей, современные инсектициды, которые нужно приобрести в специальных магазинах для садоводов. Преимущества и недостатки сорта. Томат под названием «Золотое сердце» характеристика и описание сорта которого позволяет понять, что он обеспечит хороший урожай и станет украшением огорода обладает рядом положительных качеств. Также нужно учитывать при выборе этого вида и имеющиеся у него недостатки. Среди преимуществ как огородники, так и специалисты выделяют оригинальную форму, сердце, приятный вкус, сочность, небольшое количество семян в мякоти. Плоды одинаково вкусные как в свежем виде, так и подвергнутые консервированию. Их можно подвергать разнообразной термической обработке, делой частью заготовок на зиму. Дополнительные преимущества сорта – длительная сохранность снятых светок плодов в свежем виде, возможность осуществления длительной транспортировки, хорошо переносят нахождение в ящиках или контейнерах, не образуется мятых бачков в процессе, во время осуществления. Сборки в зеленом виде, недоспевшими, сорт показывает хорошее и быстрое дозревание без обеспечения специальных условий, помещений. Должно быть тепло и сухо, растение устойчиво к заболеваниям и вредителям. Также в случае недостатка влаги, редкий полив, засухая кусты могут оставаться зелеными длительный период времени. Сорт показывает устойчивость к холоду легким заморозкам. Томат устойчив к холоду, к числу недостатков сорта следует отнести его требовательный и капризный характер. Выражается это в том, что во время посадки кусты требуют более щепетильной работы, а последующий за этим уход будет подчиняться определенному графику. Также к минусам сорта относится то, что хорошее и быстрое развитие куст показывает только на хорошо удобренной почве. За кустами требуется дополнительный уход, подвязка и удаление пасынков. В том случае, когда все мероприятия по высадке и уходу будут выполнены правильно и с учетом условий местности, томат золотое сердце обязательно выделится среди других сортов высокой урожайности с крупными и сочными плодами на ветках. Таким образом, выбор пользы сорта будет правильным для тех огородников, которые хотят получить гарантированно большое количество томатов. Однако золотое сердце должно выращиваться опытными людьми, так как при всех достоинствах сорт нуждается в правильной системе ухода. Так при низкой температуре воздуха кусты, находящиеся в открытом грунте, следует накрывать пленкой, а с наступлением жары снимать ее. После созревания помидоры можно включать еще детям и людям, находящимся на диетическом питании, так как в них большое количество питательных веществ, витаминов и немного калорий.